Если вы думаете, что эта встреча была легкой, то вы ошибаетесь. Во-первых, их не останавливает ни минусовая температура, ни снег, который накануне пришлось вручную убирать с поля, ни возраст. Большинство из них ветераны одесского футбола. В команде тренеров без лишней скромности легенды одесского футбола. Виктор Зубков, Леонид Гайдаржи, Игорь Наконечный, Юрий Селезнев, Владимир Мусолитин. Всех не перечислишь. Настоящая гвардия. Родители тоже не пасут задних. Среди них также знакомые все лица. Сергей Сгура, Антон Хромых и одесская акула Александр Касырин. Сложно и интересно. Приятно, конечно, окунуться в эту атмосферу футбольную. Вспомнить все-таки это тоже легендарные личности в футболе, которые были, играли. Поэтому очень приятно. Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, крепкого любви, семейного благополучия, удачи. И чтобы все были здоровы, счастливы и побольше оптимизма. Интересно, что в этом году Владимир Мусолитин перешел в состав команды тренеров. С нового сезона он назначен тренером-преподавателем юных моряков 2004 года рождения. На вопрос отвечает чисто по-одесски. На чьей стороне интереснее все-таки? Там, где премиальных побольше. И немного расстраивается отсутствием в воротах известного украинского голкипера, опытнейшего Игоря Шуховцева. В футбол это всегда радость. Кассира в Шухе, правда, не было моего раздражителя. Но он подъехал сейчас, поддерживает меня. А так прекрасно. Понимаете, в футбол мы живем, но гол бы был по-любому. Даже если бы закончился мастер, но я после игры бы забил бы ему гол. Без гола бы я не ушел. Несмотря на то, что счет в матче был открыт игроком команды тренеров Вячеславом Еремеевым, а еще три на счету директора с дюшор Леонида Гайдаржи, команда родителей все же взяла реванш в этом году. На последней минуте, забив победный мяч в ворота Евгения Немодрука 5-4, торжествуют родители. Такое бывает. У нас многие ребята задействованы еще в первенстве города среди ветеранов. Многие играли вчера в зимнем первенстве. Вот позавчера играли, поэтому видно было и фон усталости, и некоторые ребята с микротравмами были. Но, тем не менее, это не снимает с нас ответственность. Есть над чем работать. Родители всех, любители футбола, всех, кто причастен к этому виду спорта, всех поздравляю. С наступающим Новым годом и, как говорится в футболе, пусть вам немножко, но в вашей стороне будет фортуна. Лучшим игроком был признан, кроме того, что он игрок был на поле, он еще был организатор со стороны родителей, Анатолий Вознюк. Я вас поздравляю.